Влиять на власть можно разными инструментами. Здесь собран какой-то минимальный перечень, с которыми я встречался более-менее хорошо, или которые мне просто нравятся. И сейчас мы конкретнее посмотрим про каждый день. Все я бы разделил по такому спектру. Прямые и непрямые, законные и незаконные. И нельзя говорить, что какие-то из инструментов плохие или не подходят. Потому что нельзя говорить так же, какой инструмент самый хороший, какой инструмент плохой. Под каждую ситуацию существуют свои инструменты. Значит, по каждому поговорим отдельно. Прямые. Прямые и законные. Вот это то, что самое доступное на самом деле. Это общественные слушания, переписка, местная инициатива и выборы. Выборы это самый, что ни на есть, прямой способ влияния на власть. На самом деле, который все используют периодически. Иметь свою диктатуру. Дальше, законные и непрямые способы. Это СМИ, общественные советы, участие в этих комиссиях, про которые вы говорили. И позволенные акции, санкционированные акции. У нас большинство... Как в Молдове вообще проходят общественные акции? Вам нужны какие-то условия, чтобы провести акцию? Да, да. Регистрируется и разрешение от местной область. Вам нужна бумажка разрешения? Если больше 50 человек. А если меньше 50 человек, то не надо. Если меньше 50, то не надо, да? А если больше, тогда да. У нас в Украине сейчас просто... Информативный... Декларативный. Да, декларативный характер проведения акции. Мы просто пишем письмо, что мы проведем акцию, и все. У нас приблизительно тут... За 10 дней, за 10 дней. Нам не надо. По-моему, мы за 10 раз? Да, да, за 10 дней. Я писал. У нас ничего за 10 дней. Вы заходите, где-нибудь сошли? А за 8. За 5 минут. В общем, у нас в законе, у нас в Украине в законе четко не определены строки, за которые нужно сообщить, про то, что вы проводите акции. До начала акции. Там написано примерно вовремя, до начала акции. Вот так. Ну, не знаю. Сейчас с этим проблем вообще никаких нету, и там какие-то акции там разгонять, что надо делать. Да, у нас больше проблем с местом проведения акций, потому что на это место могут претендовать другие. И поэтому надо регистрировать, чтобы премария выделила другое место просто. Часто вот комиссии и... Вообще комиссии часто недооцениваются, потому что у нас, если я не ошибаюсь, каких-то дополнительных условий, чтобы попасть на эту комиссию, не нужно. Любой человек может прийти и зайти на эту комиссию просто послушать. И просто сам факт присутствия там активиста, даже вашего волонтера, который будет сидеть с ручкой, блокнотом и умным видом что-то записывать, да, или снимать на камеру, уже создаст огромное давление на людей, которые там принимают какие-то решения и отобьет у них охоту что-то там делать, заставит их думать, когда они говорят. Просто факт того, что вы там будете. И поэтому важно быть в курсе, какие вы уносите решения, ходить на комиссии. Вы можете попросить словом выступить, обратиться неподвижно к депутатам. Это такой инструмент, который тоже реально работает. Общественные советы, у вас есть общественные советы тоже? Например, общественные активисты при каком-то исполнительном органе местной власти. У вас такое есть? У нас такое при правительстве. При правительстве только, да? Олег? Я хочу спросить, а почему грамматические рады поставили не прямые, если они могут быть прямым? Они не могут быть прямым, потому что все решения общественного совета, они рекомендательные. То есть вы можете рекомендовать, но ваше решение могут принять, могут не принять. Но они могут, если грамматическая рада запрос сделает, они обязаны рассмотреть. Ну а запросы от человека обязаны рассмотреть. Но это, понимаете, вопрос в том, что это напрямую не влияет на принятие решений. Принятие нормативно-борового. То есть вот это не вызывает никаких действий со стороны власти. Само по себе. Громадская рада. А вот Запад тут как почта выделен отдельно. Хорошо. Ну, есть разные примеры общественных советов. Хорошие и плохие. Плохой пример это когда туда входит 100 человек, которые не могут собраться никогда в хворум. И туда входят все, кто считает себя хоть чуть-чуть немножко разными местными активистами. И там постоянно бардак, ссоры и так дальше. Это плохой пример. И все депутаты и все на этот совет смотрят и смеются. Это плохой пример. Постановой там про громадские рады, общественные советы, там до 30 человек, по-моему, ограничено. Нет. Ничего не ограничено. 84 вне места. Прямые можно еще внести рабочие группы. Когда, например, составляется программа местная, экологическая какая-нибудь, то иногда, ну не иногда, но в последнее время, у нас в непродержимстве... Ребята. Тихо, тихо, давайте послушаем Жею. Могут в составлении программы участвовать не только громадские рады, советы общественные, но и рабочие группы могут составляться, и в рабочие группы могут включать представители общественных организаций. Так вот, оно может быть прямое, потому что результатом рабочих групп является конечный документ. Активисты могут провести, это просто маленький пример, незаконную в вашей стране акцию, но потом их могут оправдать в каком-то европейском суде, потому что этой акции они предотвратили какое-то большее зло, чем причинили обществу. И там это реально работает. То есть заблокировав какой-то поезд, который везет радиоактивные отходы, их могут полиции в этой стране посадить, но потом через послесудовых процессов их могут отпустить, и европейский суд может постановить, что нужно их отпустить, потому что они боролись за ценности Европейского Союза. Как-то так. У нас такое, к сожалению, не работает, поэтому у нас про незаконные акции можно говорить только в каких-то очень крайне радикальных случаях. Или то, интересно здесь, что все вот эти, вообще любые, скажем так, скорее все-таки про теракты, блокады и так далее, незаконные способы, они не могут быть, не должны быть самоцелью никогда. Мы, мне, я честно думаю, что крайне право радикальной организации, которая проводит много таких акций, они разрушают общество. Это не значит, что такие акции нельзя проводить, но эта акция, она должна быть подкреплена требованиями где-то, законными, альтернативами. То есть просто так разрушить все, потому что нам это не нравится, ничего не предлагать, это, наверное, не лучший спор, как я думаю. У вас в Лондове есть такая форма, как обращение граждан, форма документа? Нет. Нет? Когда пишите письмо в какой-нибудь орган власти, что-то у вас есть такое? Нет, ну каждый человек может. Ну, в принципе, может. Ну, да, да, да. А есть условия какие-то, которые определяют рассмотрение этих документов? Есть закон о петиции. Нет. Если не 30 дней, то 30 лет. Любые органы власти. Ну, это привязательно то же самое. И у нас есть тоже обращение граждан, тоже можно использовать. У нас я добавлю только для украинской стороны, что оказывается в законе есть такая норма, которая позволяет вам в вашем обращении вписать, что вы требуете личного присутствия при рассмотрении вашего обращения. И тогда ваши обращения могут вас обязаны вызвать на рассмотрение вашего обращения. По сути, это способ встретиться с чиновником, который издвигает встречи и задать там вопрос в лоб непосредственно. Это в законе про обращение граждан. Вы можете требовать личного присутствия. И вас должны пригласить. Это прямо в заявлении? Да, 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 да. В заявлении, в обращении пишите, что я прошу рассматривать данное обращение только в моем присутствии. Пошли прием. Так же есть, да, там, ну, как на меня большая такая проблема, у нас многие люди считают, что там прийти на сессию, например, да, там, местной власти, там, это там, нужно писать какое-то там, или заявление, или, ну, то есть, нужно как-то просвещать больше общество о том, что это не закрытая какая-то структура, там, ну, любой может прийти. Давайте сейчас так немножко взбодримся и сделаем одно упражнение. Сейчас мы посмотрим, ну, вставать не нужно, можно сидеть, делать. Мы померяем страх людей перед властью. И для этого мы используем шкалу вот такую перед вами. Если вот так вы показываете, значит, боится очень сильно власти, люди очень сильно боятся власти, если так, то не боятся власти вообще. Учитывать, думайте про это в контексте, насколько вообще вот среднего гражданина вашей страны поймать и спросить, а вы зайдите в кабинет к этому чиновнику, потому что, на самом деле, вы можете зайти в кабинет к любому чиновнику, когда угодно. Ну, кроме каких-то милиции, закрытых структур, оборонных, с оружием связанных. А так, в администрацию любой человек может зайти к любому чиновнику по любому вопросу. Ну, дальше уже ситуация, как там ответят вас или вас отправят дальше, это уже другой вопрос. Но зайти и спросить вы можете, то есть вообще никаких проблем с этим не должно быть. И по Украине, по Молдове, мне просто интересно посмотреть динамику. Ну что, готовы? В Украине, еще раз, пока вот так, если показывать, здесь сильно боятся, так вообще не боятся. То есть ногами открывают двери к чиновникам. Примерно. Ну и дальше вот спектр... Зубной врач, где в этой школе? Зубной врач заходит к чиновникам. Нет, мы все показываем, оцениваем власть. Ну что, показываем? Как, по Украине сильно боится народ власти? Показывать, в Украине. Сильно боится, то есть... Да, 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 в Украине... Средина где-то, хорошо. А в Молдове как, сильно боятся люди власти? Больше боятся, да? Боятся боятся. Ах, трещики вы, приезжайте на... Да, 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 да. Я думаю, что у нас на самом деле до революции тоже боятся. Не было Майданова, вот. Комиссии депутатские, которые встречаются... Наверное, тоже пропущены специфические доставки, что вы это тоже знаете, это тоже вы знаете. Про медиа, думаю, можно говорить очень долго. Давайте я вот от группы попрошу привести 3-4, 4, да, 4 примера успешного использования медиа для лоббирования. Вот про статью Алексей 2 раз сказал, но это не считается. Вам нужно еще 4 привести. Поднимайте руки, у кого есть идея. Да, но это тоже не считается. Женя? Я хочу привести пример, когда мы, например, от голоса природы применяем провокационные такие как бы сообщения. Например, кто-то ляпнул какую-то ерунду на открытой встрече публично, чиновник. Мы ее в первых 2-3 предложениях дублируем, этим привлекаем интерес к публикации, а дальше уже пишем свою позицию. То есть, например, у нас в Днепропетровске была такая ситуация, когда департамент юстиции, департамент, юридический департамент области советовал нас шантажировать этих самых владельцев зверофермы. Или когда, например, министр экологии прошлый предлагал отрубовать головы чиновникам местным там. То есть, начинали там вот такое. И мы начинаем с этого. У меня немножко другой пример. Я был мэром, и у нас была проблема такая. У нас в селе есть пещера, это большая пещера. Золушка имела раковицу, она имеет где-то 90 километров. Часть на Украине, часть у нас. И у нас там действует карьер, который практически разрушает эту пещеру. И мы в 2001 году подняли этот вопрос. В том числе опирались очень много на... Наш главный партнер был экологическое движение Молдовы, газета «Натура, это природа», там больше 10 тысяч подписчиков. Председатель комиссии по экологии, он был тогда от оппозиции в парламенте. То есть, мы начали это почти два года. Этот процесс шел. И в конце мы определенных, как сказать, определенных вопросов решили. Вот такой пример. Хорошо, спасибо. У нас был генеральный план, общественное слушание по генеральному плану. Ну, нужно собрать общественность. Генеральный план застройки города. Да, да. Ну, и там под шумок начинают они там свои эти. Ну, и мы как же поднять общественность? Никак не идут. Ну, они пишут в газетах, что будут общественные слушания, генеральный, людям это ничего, вообще ничего. Мне говорят, ну, мы пишем статью, что у нас Вознесенский базар, это основное такое, мы пишем Вознесенский базар будет закрываться. В связи с принятием нового генератора. Ну, приходим, и все, толпа людей, там просто вообще забито, все стоят там. Ну, вот тогда, и нам уже было легче. Люди уже к нам по агентству, это вы представители генератора. Все, и мы там только любую эту, и власть уже к нам, ну, просто на задних лапках, и считалось с нами с каждым этим. Потому что поняла, что эти чуваки, да. Круто, спасибо. Да? Да, да, да. Хорошо, тогда Сергей. Я возьму. Два года назад проэкспериментировал провести моноадвокационную компанию, медиа-компанию полностью. Городские чиновники рассматривали на сессии городского совета решение о... Ограничении? Ограничении? Ограничении передвижения подростка в несовершеннолетних граждан города в вечернее и ночное время. Они ремонтировали тем, что очень большая... Ну, очень много преступлений происходит в это время, и мы их, как бы, должны ограничить. Ага. В то время было другое законодательство, чем сейчас, и это было нарушение прав человека. Я просто написал сначала у себя статью на блоге и растранслировал ее по интернету в те группы, где то что есть СМИ. Они перепечатывали эту статью у меня... Сообщение о чем? О том, что это... Сообщение о том, то есть своими аргументами, почему это не должно работать. А потом меня пригласили на самое большое такое политическое телешоу в нашем местном телевидении, где, с одной стороны, аналог, где, с одной стороны, сидели три чиновника, которые называли свои аргументы, с другой стороны, был я. И так включилось, что студия меня поддержала полностью в том, что это решение не имеет под собой оснований, потому что перед этим шоу я пообщался с этими чиновниками, и оказалось, что у нас за весь год только семь озлочиней, как это сказать... Преступлений. Преступлений совершилось при участии несовершеннолетних в вечернее и ночное время, только семь, то есть из-за семей преступлений. Почему именно... И в итоге городской совет проголосовал, то есть в итоге на городской совет даже не вынесли это решение дальше, чтобы его рассмотреть. А почему на блоге была запись такой успешной? Что там было такого? Аргументы. Аргументы с посыланием на законодательство, на мировую практику. Хорошо, понятно, спасибо. Настя, потом Артур, потом Влад. Ну сейчас вообще очень популярно использовать соцсети. Можно тегрить в развитии всяких политиков, делать фашмобы. Потому что соцсети цитируются даже телеками и... Вронь, да. Можно в соцсетях тегать в политиках, потому что на соцсети ссылаются и просить лидеров мнений. Если они лайкуют, то это очень хорошо расходится. Брэнди. Брэнди, да, и... Да? Брэнди. А, еще скажу про министра экологии, по Киеву висят борды и дупроты системы. Шевченко? Да, да. Шевченко, хорошо. Тоже интересно, наша общественная организация, одним из проектов есть создание молодежного парка в Хмельницком. Но по документам этого парка еще как бы нет, его не существует. Но в поддержку этого парка мы проводим фестиваль уже третий год. И что мы сделали? Мы пригласили все местное телевидение, которое у нас есть в городе. Они пришли и везде мы говорили молодежный парк, молодежный парк, молодежный парк. И сейчас уже сложилась такая ситуация, что большинство людей в городе уверены, что этот парк уже есть. Хотя по документам его как бы нет. И выходит такая ситуация, что теперь уже местная власть начинает сама... Да, да, да. Уже сама начинает вот этот вот процесс, что нужно дать документацию и все для вести в порядок. У нас 6 лет назад был маленький проект, кстати, поддержанный ВЭКВА по качеству водоснабжения. То есть все. Мы определили один маленький населенный пункт, где все колодцы были заражены нитратами. Но там не было даже магазина маленького. И это находится очень близко от столицы Кишинева. Что мы сделали? То есть, естественно, вышла статья очень большая в разных масс-медиа о том, что вот там нет воды, нет возможности ее приобрести и вообще приобрести. Очень критичная ситуация. И вот постарались, чтобы эта статья попала бывшему министру экологии, потому что он как раз купил дачу в этом населенном пункте. Это первый момент. Второй момент. Мы подбросили эту статью местной мэрии. Это все завертелось, закрутилось. Конечно, про нас потом все забыли, но в конечном итоге там есть вода, водоснабжение. Это идентификация движущих игроков. Женя тебе что-то давает новое? Да. Я хотел произвести пример. Когда мы иногда вызываем искусственный ажиотаж среди журналистов. Например, мы не просим какой-то информационной поддержки, а рассказываем, что мы едем куда-то. Например, там обнаружили несанкционированное захоронение отходов птицефабрики. И у нас есть два места свободных для журналистов. И типа мы говорим, что мы уже разных позвали, кто успеет, тот появится с нами. В итоге, у нас таких мест больше, но в конечном счете получается, что я приложу, например, на это место 2-3 камеры и человек 5 журналистов. И получается больше публикаций об этом. Много разных методик. До этого мы говорили про разные, скажем так... Не совсем законные. Нет, законные, просто мягкие инструменты влияния. Но нужно не забывать, что есть еще вот такой молоток, как просто правовое принуждение. Принуждение, да. Правовое принуждение. Когда есть, так как я уже говорил, власть это регламентированная структура, прописана... Кстати, не думаю, что вообще в мировом праве практика такая, что людям, простым людям позволено все, что не запрещено, а чиновникам позволено только то, что предписано законом. То есть только то, что предписано законом. И поэтому вы можете просто достаточно хорошо знать законодательство. По большинству вопросов вообще бытовых, которые встречаются, уже в интернете написано куча статей о том, какие законодательные нормы можно использовать. Адвокаты на этом очень пиарятся, всякие консультации бесплатные и просто пишут материалы, там, как получить заграничный паспорт за маленькие деньги, как отремонтировать трубы в доме и так дальше. И можно использовать, если вот... Можно одновременно все использовать, но вы должны понимать, что когда вы начинаете давить вот в такой способ, то говорить просто по-дружески с вами, скорее всего, уже не будут те, на кого вы давите в такой способ. Поэтому нужно тогда, ну, вы решаете, вы выходите на тропу войны и используете вот эти инструменты для давления. Особенно в случае, если это может закончиться там штрафом для кого-то чиновников, там, увольнением и так дальше. То есть это вы просто делаете себе врагом, но тут уже решаете, что важнее. Проблемы, которые вы решаете или отношения с чиновниками, да? Я еще хочу добавить вот это обращение в суд. Иногда бывают такие случаи, что обе стороны заинтересованы в решении суда. Правовые коллизии есть. Когда мы что-то просим, они говорят, что это или не предусмотрено законом, или закон не так действует, хотя они прекрасно понимают, что оно что-то неправильно. Тогда просто приходит решение, давайте обратимся в суд, и суд примет какое-то решение, чтобы мы могли на основании этого решения что-то сделать. Они сами посылают. Да, они сами посылают. Идите в суд, пожалуйста, чтобы у нас было правовое решение, что нам сделать. То есть здесь не обязательно есть... А у вас в Молдове обращаются в суды вообще гражданские организации? Молодя. А есть у вас правозащитные организации? Есть. Специализированные, да? Есть. Да. Пожалуйста. У нас был такой опыт, ну я представляю две организации, на самом-то деле это еще Екатирос, где я еще работаю. И там был на национальном уровне, мы в низовье реки Днестр должны были сделать нацпарк, да? На это даже нашлись деньги, это была очень большая компания. Но в конечном итоге там выявилось, что несколько участков этой земли, которая должна была быть в национальном парке, было сдано в аренду. Мы попросили информацию о Молдсилва, то есть это орган, который заведует лесным хозяйством. Кому, когда, почему, на сколько лет? Они нам выставили ответ, что это конфиденциальная информация. Но исходя из того, что Молдавия подписала Орховскую конвенцию о доступе к информации, то есть на основе этого мы подали в суд на Молдсилва. Было принято решение суда, как ни странно, в нашу пользу. Мы выиграли суд и нам приписали, чтобы мы получили всю информацию. Но когда мы подавали в суд, мы тогда попросили не только на этот участок, а на всю Молдавию. То есть у нас в базе данных сейчас есть все контракты лесного фонда, который был сдан в аренду. Но что же было дальше? После того, как мы выиграли суд, нам никто ничего не выдавал. И поэтому мы обратились в комитет по соблюдению Орховской конвенции, то есть оттуда вышла директива в сторону страны, то есть на целую страну, о том, чтобы нам выдали. И в конечном итоге мы получили это. Спасибо. Вот один момент мы еще не рассмотрели. Есть центральная власть, и часто много нехороших дел происходит просто потому, что чиновники на местах думают, что об этом никто не узнает. И как только тема выносится выше, или СМИ, или просто письмом в какой-то высший орган власти, то всякие непотребства прекращаются просто потому, что в центральной власти им как бы с этого никакой прибыли, ничего нету. Да, из-за того, что кто-то на месте что-то крадет. Они когда об этом узнают, они естественно либо требуют долю и начинают делиться, и тогда возрастают риски для местной власти, либо просто прикрывают это дело и все, да? И, конечно, кроме такого обширного спектра действий на власть прямых, формальных, есть еще огромный, не менее важный, а порой даже более важный перечень разных неформальных возможностей по влиянию на власть при личных встречах, знакомствах, всяких конференциях, круглых столах, где вы можете поймать этого чиновника или просто на улице вручить ему ваше сообщение какое-то, или, не знаю, каким-то образом другим с ним встречаться, чтобы ему предложить сотрудничество, несотрудничество, намекнуть что-то сделать, и я бы про это хотел больше попросить Лешу рассказать. Ну да. Дело в том, что у нас я не самый лучший подходящий именно для этой темы человек. Почему? Потому что мой опыт, он весь на другом уровне. У вас местный уровень, например, вы когда сейчас говорили, там, насчет конфликтов и чем это закончится, то на местном уровне конфликт с властью может закончиться очень плохо, я это видел. А на национальном уровне, например, ситуация немного другая, потому что, например, в работе с министерствами мы много раз сталкивались с тем, что пока ты не прошел через конфликт с ними, это не работает. Вот у нас с Минприроды самые лучшие примеры, ты можешь сколько угодно ходить, они намного лучше умеют работать с людьми, они привлекают тебя, вводят там в комиссии, еще что-то, и от этого нет никакого влияния, потому что они в этих всех местах тебя просто не слушают. А после конфликта тебя начинают, там, сначала год с тобой не разговаривают, но начинают слушать, а потом, глядишь, уже получаются рабочие состояния. Ну и что касается неформальных методов работы, значит, в конце концов, они сводятся к тому, что это прямые контакты, прямые контакты с людьми, которые принимают решение или влияют на решение вне стандартных процедур. Они могут быть какие угодно. Это возможности поговорить на кофе-брейке на каком-то мероприятии, да, или договоренности о том, чтобы встретиться. И здесь наступает сложность какого рода? То, что вы в этой ситуации ограничены в том, что вы хотите, что вы можете рассказать. Вы ограничены во времени, в страницах текста, да, потому что если у вас выпала эта минута поговорить с человеком, то вы не должны рассказывать про себя в этот момент. Вы должны сразу рассказать, почему есть проблема, как ее решить и почему он должен так поступить. И оптимально, да, то, что вы говорите, с одной стороны, нужно быть готовым вот это за 30 секунд рассказать все, что вы думаете. Но с другой стороны, важно, чтобы это было точно так же написано. Коротко и, по сути, в чем проблема и как она должна быть решена. Почему? Потому что даже, ну вот, имея этот разговор, нужно понимать, что если это какое-то публичное мероприятие, то у человека будет много, может, несколько таких разговоров. Если это, ну, даже отдельная встреча, то, скорее всего, у него много других таких же встреч, поэтому нужно, чтобы у человека остались материалы написаны, да. То есть ты ему сказал, он потом, и дошло, скажем, момент, то, что это решение будет приниматься, у него должна быть возможность поднять этот материал. Или, если вы сумели его заинтересовать, чтобы он вернулся этим, и там, я не знаю, по дороге на работу из десятков документов, с которыми он работает, взял этот и прочитал. Да, потому что он короче, написан большими буквами, или, я не знаю, да, или там, да, ну, в основном это, мне кажется, с какой-то... А возможности эти бывают самые разные, скажем, нужно быть готовым, но у нас, мы все время вспоминаем в Бэнквоче, самую прекрасную историю про провальную, про провальную, упущенную возможность в лобби, когда один наш коллега пошел во время конференции пописать, и писал рядом с президентом Европейского инвестиционного банка. Кроме того, нужно еще понимать, что эта работа может выстроить долгосрочные отношения с отдельными людьми, тоже внеформальных, внеформальных структур, потому что любое принятие решения, скажем, любая структура, она тоже неоднородна, да, по-моему, об этом говорили. Есть разные люди в одной структуре с разными интересами, некоторые из них могут стать вашими союзниками, и это становится чрезвычайно полезно, потому что вы получаете доступ ко внутренней информации. Во время этих общений у вас появляется не только, ну и, честно говоря, даже разговоры в кафе, на кофе-брейке, вы тоже должны воспринимать не только как возможность сказать что-то, но и узнать что-то, потому что люди могут быть готовы рассказать, особенно чем более неформальная обстановка, тем больше они, наверное, могут сказать, потому что для вас понимание внутренней динамики при принятии решений, либо в структуре, которая принимает решение, либо, я не знаю, в парламенте, внутри одной партии, это тоже помогает вам определить, к кому потом обращаться, и какие из аргументов, которых обычно у вас несколько, какие лучше резонируют, то, что называется. Да, ну в нашей практике ситуация получается такая, что, ну, во-первых, появляются люди, которые начинают рассказывать эту внутреннюю информацию, потому что для них мы становимся рупором, вот этим, да, то есть им внутренняя их позиция не позволяет поднимать какие-то вопросы, или они хотят дополнительное влияние, и тогда мы становимся в их руках инструментом. Но в данном случае нас это не расстраивает, да, потому что, ну, у нас есть своя голова, и мы можем справа. Понятно, что там могут быть элементы манипуляции какими-то, но это уже зависит от вашей способности отфильтровать то, что важно, ну, что, да. Где их интересы и ваши пересекаются, а где они разные. Но для этого вы должны строить такие отношения, которые позволяют доверять вам, да, то есть если вам дают эти документы, типа не для распространения, то, ну, в большинстве случаев вы должны воспринимать их как документы не для распространения. Есть, как вы уже поняли, огромная часть личных контактов, которыми не стоит пренебрегать и личных каналов связи с чиновниками. Не знаю, у меня особо, не, на самом деле есть, наверное, у меня такое бы тоже, когда... Чаще всего это начинается с того, когда клава обращается за помощью, но это возможно только если чиновник действительно что-то хочет сделать, он к вам обращается за помощью, вы его помогаете, таким образом строится связь. На самом деле вот Дима тоже, как бы, чиновник, я с ним познакомился, когда он работал в исполкоме энергоменеджером и как-то начали так развиваться наши отношения, что через 4 года он оказался в экоглубенной работе. Да, я вспомнил, что я хотел сказать. Дело в том, что когда вы строите эти отношения, то и когда вас знают, как человека, который, ну, скажем так, не занимается, то в какой-то момент еще вам начинают присылать информацию, ну, скажем, анонимно. Илья, можно я по контактам добавлю? Да, можно. У меня, кстати, есть негативный опыт работы с чиновниками. Почему? Я не знаю, почему так получается, но я сделал вывод. То есть два раза я пытался контактировать неформально. Эти контакты, как правило, заканчивались таким вопросом. А что можно на этом заработать? Что я буду иметь? То есть, скажите, славу иметь. Вот, поэтому я тогда вот, как именно работая, работая как общественник, я постарался у этих уныкать, этих контактов сторониться, неформальных. Почему? То есть я стараюсь идти на публичность. Если такая касается какой-то коммерческой ситуации, там, проекта коммерческого, тогда да, это очень хорошо работает. Но вот здесь, когда общественная организация, я даже не знаю, если у кого-то есть положительный такой опыт, можно поделиться. Ну, у меня почему-то так оказалось. Влад, Женя, Ира, поднимаю. Влад, Женя, Ира. Да, я хочу рассказать о нестандартном воздействии на чиновников. Очень быстро. То есть большой дом, и там нет освещения вокруг этого дома. То есть он, жители входят в темноте ночью, да, все обращения в Лунтех и обращения в местные власти, ну, отводят. Либо идите к Лунтех, либо идите к власти и тому подобное. Что мы сделали? Мы привлекли полицию, да. Мы договорились с полицией, они пришлись к нам. Составили акт о технической укрепенности и охране ценных материалов. То есть взяли туда статистику о том, что там правонарушения могут быть. И как профилактику приписали нам, чтобы мы в 30-дневный срок установили там освещение. А копию отослали в местную мэрию и в Лунтех. То есть тем самым обязали их, чтобы они тоже это установили. Через три дня там был свет. Спасибо.